В конкурсе «Путь к мастерству» приняли участие начинающие парикмахеры и косметологи с небольшим стажем работы – выпускники колледжей, курсов, центров занятости населения. Конкурс имеет огромное значение для начинающих мастеров. Современные требования к ним высоки, а знакомство с будущими коллегами, даже тем, кто не вошел в призы, наверняка помогло сориентироваться в том, что происходит в мире моды и стиля. Статистика гласит, что ежегодно 60 человек заканчивают курсы парикмахеров в центрах занятости. Это демонстрирует профессия – одна из самых востребованных в сфере услуг. В пятницу 8 сентября начинающие мастера соревновались в шести номинациях, в числе которых прическа для выпускного вечера, свадебный макияж, мужской образ. Работали над ним очень-очень мало, буквально 2-3 дня. Целью была достижение результата хорошего. Мы достигли точно ожидали, что подключилась вечная ступень, а потом, конечно, мы задумали. Но чуть-чуть задумка, чуть-чуть, немножко другая была. Подобные мероприятия дают молодым возможность раскрыть свой потенциал. Мастера со стажем всегда с интересом наблюдают за работой молодых коллег. Уровень хороший. Я не могу сказать, что мне там что-то очень понравилось, но все равно то, что они не делают какие-то, обычно делают там, какой-то балик такой, куценький, какие-то кудряшки, лохматенькие. У них уже прически с формой, чувствуется, некоторые хорошо работают. В жюри конкурса вошли опытные мастера индустрии красоты, представители Российской ассоциации парикмахерского искусства. Мало того, мэтры в своем деле дали мастер-классы участникам конкурса. Я всегда хочу всем доказать, что делать прическу это несложно. Главное правильно, грамотно подойти к ней. И можно быстро, за 10-15 минут ее сделать. Это очень просто. Все очень боятся их. Впрочем, мастера научатся стричь и стрягут. И к прическам, когда длинные волосы, они сразу уходят. То у них обед, то у них нога болит. А мне хочется, чтобы мастера поняли, что сложного ничего нет. Победители в номинациях получили в качестве призов кубки и дипломы, в том числе и от администрации Рязани. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова